Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега из Улан-Удэ, рейдер и управляющий активами Юрий Марченко. Юрий, приветствуем вас! Приветствую всех, коллеги! Сегодня у нас будет начало дня под знаком хана движению, хана росту, в общем, конец росту индексов. Вот, наверное, так это было правильно назвать. Ну, в общем, ладно. Хотел как-нибудь шикарно зайти, не получилось. В общем, идея заключается в том, что по основному индексу, S&P 500, мы, наверное, с вами получили вчера последний перехай, во всяком случае, мне так кажется. Кажется, или я так предполагаю, да, как угодно можете обозвать. Почему? Потому что у нас, в принципе, по многим... Сейчас я где-нибудь здесь найду. По многим индексам развивающихся и со стран, таким как DAX, как 40, FUTSI, S&P 500 и что у нас там еще? Dow Jones, да? Мы увидели вот такой вот интересный перехайчик. Ну, я думаю, все его, на самом деле, обратили на него внимание. Причем на DAX он был такой более ярко выраженный. В нем даже, если смотреть там фьютишную торговлю, есть признаки того, что мы получим какой-то откат в данном инструменте. Ну, и справедливости ради, такое было везде, да. То есть и на FUTSI мы увидели обновление HIGH и дальнейший откат, и на... Ну, на всех-всех-всех, которые я рассказал. В принципе, ложный пробой. Техническая картина, которая предшествует к какому-то снижению. Может ли это снижение привести к какому-то краху? Наверное, нет. Скорее всего, даже нет. Я уже не верю в то, что S&P 500 будет как-то заваливаться. Это и торговые идеи, которые время от времени публикую непосредственно здесь в TradingView, да. Здесь у меня из актуальных идей как раз-таки есть шорт S&P 500, который здесь был в качестве рекомендации. Без стопа, все как мы любим. Минус 4% против нас проехала позиция. Вот она, да, то есть это были там идеи, первая идея продавать, сейчас скажу, где-то там в районе 2.945. Сейчас идея напротив, да, так сказать. Есть возможность откатить по S&P 500, как мне кажется, в район куда-то 3.100. И уже оттуда можно попробовать перевернуться, да. То есть я уже по S&P 500 давно смотрю в ланге. Вопрос был только в том, как бы выйти из ротов более-менее нормальных. Причем я сразу хочу сказать, что здесь моих позиций нет. Это только лишь идеи. Я знаю, что есть люди, которые подписаны эти идеи, которые следят за моими идеями в том числе. И есть люди, которые озадачены вопросом, что же делать с S&P 500. Тогда, пару месяцев назад мы смотрели шорт. Сейчас, даже не пару, да, наверное, месяц, небольшой месяц смотрели шорт. Сейчас уже можно рассматривать ланги, потому что ситуация поменялась. Об этом я, в принципе, говорил вам определенное время, так сказать, назад, да. Это ситуация в корне – это Джером Пауэлл, его федеральная резервная система, да, которая увеличивает баланс и уже порядка 300 миллиардов долларов увеличила свой баланс в РС. И, соответственно, это, в принципе, и приводит к росту S&P 500. В рынке появляются новые деньги, так как больше особо вкладываться там некуда, да, все идут в достаточно рисковые активы. Рискон у нас на рынке – это покупка акций. В облигациях особой доходности нет, они тоже там все стоят на хаях. Соответственно, рост фонда выигрыша как бы понятен. И обратите внимание, да, что Трамп вот вчера сообщил нам о том, что если фаза номер один не будет подписана, то мы получим еще больше, ну не мы, а Китай получит еще больший тариф в увеличенном объеме тарифа получит. И скажи он это пару месяцев назад, до того момента, как Фед начинал увеличивать свой баланс, то мы бы действительно сами видели бы какой-то крах. Сейчас такого нету. И если смотреть фьючи, как они торгуются, да, через кластера, через объемы, то можно обратить внимание, что любой пролив, после него сразу наступает достаточно яркая рыночная инициатива на покупку. То есть, другими словами, любое падение, оно так либо иначе откупается. Как минимум пока деньги есть, проблем нету. Ну, имеется в виду проблем с ликвидностью, да, на Межбанке США нету. Соответственно, почему бы и нет. Поэтому S&P 500 в ланге так и смотрю, как основная идея. Целями для себя я вижу 3.150, 3.200. Несмотря на то, что меня нет в шортах, да, я все-таки болею, болею за свою идею и думаю, что мы все-таки подрастем. Хотя и покупать, честно говоря, я не хочу, потому что есть идеи намного интереснее. Среди других таких более-менее позиционных идей, которые можно отнести к Форексу, это длинная позиция по евре. Я все еще думаю, что мы туда там подрастем, как бы то ни было. Это вот, ну, то есть, это вот идея, которую мы показывали пару недель назад. Тестируем, тестируем нашу зону и цель номер 1, 1.11.30, я думаю, мы достигнем в рамках там среднего срока и думаю, здесь можно будет закончить, потому что в пятницу у нас будет очень интересное событие. Ну, на мой взгляд, это очень интересное событие. Что это? Это Лагард, которая на конференции межбанковской в Брюсселе, по-моему, выступает первый раз, так сказать, на публику с дебютом в качестве нового председателя Европейского центрального банка. И вот тут от Лагард, я думаю, что многое, что будет зависеть. Лагард нужно сделать что-то новое. Далеко не то, что делал Марио Драги на протяжении, там, скольки, восьми лет, да. Марио Драги просто-напросто понизил ставку до того, чтобы больше понижать некуда. И включил печатный станок. Причем включил и вот как бы ушел. Вот, хотя говорят, что уходя, выключайте свет. Нет, он поступил напротив. Он в этом плане, уходя, все включил и все. Поэтому посмотрим, что может быть, если Лагард будет продвигать какую-то новую политику, что-нибудь, например, связанное с фискальным изменением, да, с изменением налогов. Может быть, действительно, мы там увидим какое-то монетарное изменение. Если ничего не произойдет, то рост евро-доллара, в принципе, в перспективе для меня так и остается основным. Что еще из интересного я бы отметил? Вот сейчас вы говорили про Яндекс. Я, честно говоря, не знаю, чего там плохого, ну, тех новостей, которые были опубликованы. Здесь я, так сказать, нашел, кое-где подсмотрел и сам, в принципе, с этим согласен. Корреляция, очень интересная корреляция с индексом акций IT-компаний, да, американских IT-компаний, которые коррелируют с Яндексами. Здесь она у нас синенькая, да, достаточно четко понятно до тех пор, пока там не начались эти распри с 20% капитала, не более 20% капитала иностранного капитала. Вот. То, что произошло, на мой взгляд, для Яндекса – это позитивно. Конечно, может быть, потом это как-то еще, так сказать, отразится негативно, но предел, так сказать, потенциала роста примерно 6% от текущих цен, 6,5% от текущих цен я вижу. И, честно говоря, жду какого-то ли-нибудь отката, и там уже, может быть, действительно можно будет и покупать, на мой взгляд. Это что касается идеи по российскому рынку. Ну, также я нахожусь, ну, не то чтобы я нахожусь там в позициях, да, позиции по доллар-рублю. Не верю я в укрепление нашей национальной валюты, верю в то, что рубль будет, доллар будет подрастать к рублю. Это хорошо, потому что мы здесь стоим, в принципе, на таких достаточно важных уровнях. Для меня цель по рублю – это 65 такая, плюс-минус среднесрочная. И хотел бы еще обратить ваше внимание зависимость рублевую, да, то есть от чего он зависит. Это график, где черная – это у нас нефть марки Brent, красная – это рубль к доллару, то есть не доллар-рубль, а рубль к доллару. Синяя – это RGB, это ценовой индекс нашего российского долга. И хочу обратить внимание, это с начала года, да, какова корреляция. То есть сначала мы видим четкую, достаточно понятную корреляцию с нефтью. Нефть растет, рубль тоже растет, нефть заваливается, рубль тоже заваливается, растет нефть и так далее, и так далее. И все это дело колебалось до сентября. До сентября у нас здесь совсем другая ситуация пошла, да, то есть когда нефть начала заваливаться, рубль на это сильно не реагировал. Начиная, скажем так, с сентября месяца, середина сентября, мы видим, что рубль коррелирует достаточно хорошо с ценовым индексом нашего российского долга. Что, по большому счету, говорит о том, что до нефти нам как бы по барабану. А почему по барабану? Ну, я думаю, потому что у нас неплохо сверстный бюджет, который, в принципе, профицитный. И если бы мы с вами посмотрели на то, сколько стоит Brent в рублях, то сейчас это 3896 рублей за бочку марки Brent. Мы Brent как таковым не торгуем, ну, имеется в виду не мы, спекулянты, да, а наша страна продает скорее URLs, который чуть дешевле, чем Brent. Но вот этот вот график нам, в принципе, показывает, да, что 4100 – это та цена, которая заложена в бюджет – 4100 рублей за бочку нефти. И мы видим, что, по большому счету, профит-то наш бюджет получал только с начала февраля до конца мая. Все остальное время практически мы находились в красной зоне, то есть от продажи нефти мы как бы недополучали. Но, тем не менее, как бы по барабану до нефти. В такой ситуации обычно на любое снижение нефтяных котировок наша российская валюта реагирует достаточно остро. Но не в этот раз. Не увидели мы там какого-то феноменального роста, ну, разве что только сейчас, если, да, посмотреть. Хотя, если обратить внимание на пару долларов, канадский доллар, которая выстрелила вчера намного интереснее. Кстати, вчера, да, так сказать, была идея покупать этот инструмент, и была соответствующая позиция. Выстрелила очень серьезно, потому что в Канаде у нас там, значит, такие моменты. Здесь еще бы, да, было бы хорошо. Мне что увидеть? Это такая уже среднесрочная идея. Значит, вот сейчас ОПЕК состоится. ОПЕК, ОПЕК+, там, в декабре. Кстати, у меня там был гость очень интересный недавно, да, который сказал, что вот мы ближе к ОПЕКу увидим там в районе 55 за бренд. И что-то я склоняюсь, что мы, наверное, все-таки увидим 55 за бренд. И уже там Россия вчера, да, там подсказала, что они там сокращать объемы не будут. В общем, начались все распри, начались все эти вбросы. К чему я это все говорю? Это все говорю к тому, что у нас нефть, действительно, если может, завалиться. Пара доллар, канадский доллар все-таки в ланге может выстрелить, а рубль у нас на этом отреагирует, ну, фактически нейтрально. Ждем, так сказать. Здесь я верю скорее в то, что нашим долгом сильно интересоваться, так сказать, в ближайшую перспективе не будут. Поэтому мы так флетово движение чисто откорректируемся там в район 65. Это было бы круто. Дальше. Есть у меня еще идея золота. Она, в принципе, никуда не делась. А, как идея, она у нас была закрыта. Ну, вот золото я, честно говоря, смотрю в покупке. Ну, если говорить про позиции, то золота, позиции нету. Есть позиции две другие. Это серебро через CFGIT, да, там у обычного брокера. И вот сегодня поле золота я решил прикупить, потому что корреляция тоже очень крутая. Все работает. По золоту я жду, что мы там среднесрочно добьемся там 1484. Это круто. По полю золоту в район 60 мы достичь тоже можем, то есть апсайд порядка 7% вырулить можно. Это корреляция как раз-таки котировки золота. И полю золота очень хорошо. И полю золота 6 числа там мы читались за 9 месяцев. У них там выручка выросла за 9 месяцев на 80 миллиардов рублей, насколько мне память не изменяет. При том, что там схожий другой год, да, там варьировалось там в районе 14-16 миллиардов. То есть, ну, выручка очень крута. Подрастает. Понятно, почему подрастает. Конфликт, я думаю, что США-Китай не закончится. И, ну, вернее, вот это вот подписание фазы номер один, это все будет муссироваться. На этом, в принципе, S&P 500 должен заваливаться. Но его, как я сказал раньше, федеральная азерная система США будет поддерживаться. А вот золото действительно может подрасти. Золото подрасти, нефть провалится. То есть, на этом же самом конфликте. В принципе, вот так вот, вот, может быть, он бурно. Ну, вот, на мой взгляд, такие идеи я реализовываю, и вы можете обсудить и реализовать тоже, собственно. Все, наверное. Понял вас, хорошо. Спасибо большое. А вам, Юрий, за ваш обзор. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы в чате можно написать. А я хочу обсудить такую тему, вы коснулись темы Яндекса, ну, мы сегодня тему Яндекса обсуждаемся, да. Я хочу в двух словах обсудить вам с вами ту, собственно, идею, почему я считаю, что Яндекс вниз и логика. Я так обычно подробно по российским акциям не говорю, но в данном случае это интересно. Вот смотрите, мы берем магнит. Основной собственник Сергей Галицкий, вы помните, продал его в феврале 2018 года. Но падать слухи начались за год приблизительно до этого, и, видимо, они-то осенью, я помню, ходили активно, слухи о продаже и так далее. Вы помните, что приобрела государственная структура. Все слухи начались на уровне 10 тысяч за акцию рублей. Сейчас стоит 3 300. Берем общие круглые цифры, то есть падение после продажи, ну, берем за полтора года после продажи в три раза. Сейчас перед нами Яндекс. Давайте внимательно тоже посмотрим. Тема абсолютно та же. Вот 2 400, там сейчас в моменте, 2 490, берем грубо 2 400 первые цифры. Возьмем ли мы эту планку сегодня или когда-нибудь? Никогда. Основной собственник Волош, Аркадий Волош, так же, как Сергей Галинский полтора года назад, потерял мотивацию. Он прекратил деятельность. Как только основной собственник теряет мотивацию, и тем более это контроль переходит, в данном случае, тут непонятно даже, то ли контроль, то ли влияние, переходит к государственной структуре. Скажем, не к государственной структуре, а к лицам, находящимся под государственным влиянием, без всякого сомнения. И вот этот общественный совет, оказывается, я читаю в комментариях, сегодня утром, оказывается, может даже отстранять генерального директора от власти. Временно. Да. Временно, невременно, имеет право. Кто может отстранить генерального директора, тот отправит. Поэтому сегодняшний уровень я вообще не вижу превышения, а через полтора года жду на 800, потому что 2 400 разделить на 3, если магнит упал в три раза, то Яндекс ничем не лучше магнита, ну, с точки зрения корпоративного управления, то здесь 2 400 разделить на 3, я профессор арифметики, поэтому это 800. И поэтому, коллеги, моя идея, просто Юрий говорит, да нет, плюс 6 процентов, на мой взгляд, это очень рискованно, поскольку Яндекс магнит номер 2, Волошь, Галецкий номер 2. Все. Вот, понимаете, жизни, закономерности, это частотность повторения. И если последние 300 лет известного, так сказать, периода капитализма всегда так, как только основной собственный теряет мотивацию к труду, все валится, всегда было так за 300 лет, то что оно сейчас-то будет по-другому, понимаете, вот это вот немножко не странно. Поэтому Юрий, ну, собственно, друзья, у нас Ютрейд ТВ, Юрий говорит, цель плюс 6 процентов, напоминаю, что никакие идеи, звучащие на Ютрейд ТВ, торговыми рекомендациями не являются, если чок Юрию писать не надо, ничего, это его цель. Ко мне тоже ничего писать не надо, но вот это иметь в виду, такое, вероятно, развитие событий все-таки нужно. Юрий, плюс 6, сами рассматривайте для себя вход в Яндекс? Если только откатит, потому что сейчас прям совсем хай, хай-хай, прям хаюшки-хай. Апсихная зона сопротивления, да. Ну, вот с 2300 на самом деле, может быть, я бы там начинал бы что-то подбирать примерно. С 2300 будете рассматривать, да? Да, маленечко, прям совсем маленечко. А потом, если там упадет, 2200 тоже можно пробовать добирать. А как же мнение известного трейдера Юрия Марченко о том, что индексом хана, если индексы повалятся, они могут все подтянуть вниз? Ну, вообще технологически, вот сектор, в котором торгуется Яндекс, он является, в принципе, одним из самых сильных, как ни крутить. То есть, в этом плане сравнивать магнит, у которых упали продажи средние чеки и, соответственно, выручку, это не совсем правильно. Юрий, Юрий, если падает, если индексом хана, то NASDAQ упадет ровно так же, как доу. Нет. Вы пересмотрите видео. Я сначала, вот то, которое не видео, а мое выступление, я сказал, что хана обновление Хайям. Пока. То есть, вот мы каждый день, ну, вот, наверное, неделю, неделю, да, торговую неделю, то есть до предыдущего четверга, мы каждый день говорим о том, что, особенно это любит говорить Трамп, о том, что новый Хайям, наслаждайтесь, все дела, через свой Твиттер он это все дело муссирует однозначно. Но вот я говорю о том, что мы пока приостановились в росте индекса и должны получить какую-то коррекцию в рамках предстоящей недели, разве что только. О том, что они будут падать, напротив, я говорю, что Федеральная резервная система США не даст упасть, упасть S&P 500, в частности, и всем остальным так либо иначе. Как минимум до выборов. Я понял. То есть, определение категории хана у вас вот такое. Хана Перихаям. Да, хана Перихаям, вот так вот. Скорее, как правильнее вот так было сказать, я маленько затушевался вначале. Вот так, друзья. Главное уточнить. Я понял вас, Юрий. Спасибо вам большое за ваш обзор и дискуссию по поводу Яндекса и Магнита. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Вам тоже всего хорошего. Большое спасибо за внимание. Не теряйте, зарабатывайте. Ждите, что скажет Лагард. Может, он там крутого что-нибудь расскажет, действительно. Да, будем ждать. Спасибо.